Привет, с вами Сайф, и сегодня я расскажу об основных изменениях в iOS 15, также расскажу, какие фишки были добавлены и какими я пользовался по-настоящему, какие были сделаны так для галочки на самом деле. Сразу скажу, что основные изменения связаны с FaceTime, о них я тоже расскажу, но в самом конце, потому что не все пользуются FaceTime, а какие-то новые фишки все равно хочется, поэтому я начну с них, а потом плавно перейдем и к изменениям самого FaceTime. Поставьте лайк, потому что потом вы это забудете делать, это помогает продвижению ролика. Начинаем. Кстати, сразу скажу, что я пользуюсь этой версией уже целую неделю, потому что я обновился намного раньше, чем все остальные, поэтому я в конце еще расскажу об области использования, как держит батарейка и тому подобное. А начнем мы, конечно же, с Safari, здесь действительно они поработали, во-первых, они перенесли сверху вниз адресную строку, и признаться, это в принципе, ну я бы не сказал, что это совсем удобно, но прикольно на самом деле, но даже если вам этот вариант не нравится, вы всегда сможете его вернуть на самый верх. Какие преимущества нам дает возможность, когда она находится внизу, то есть та самая адресная строка? А удобно это тем, что, во-первых, теперь мы можем переключаться между вкладками одним свайпом влево или вправо, раньше приходилось нажимать снизу на кнопку и менять вкладку, а сейчас это сделали намного удобнее. Свайпом влево, кстати, вот так можешь создавать еще и новые вкладки, что тоже безумно удобно. Плюс появилась возможность ввести запрос с помощью голоса. Раньше, в принципе, она тоже была в iOS, но она была встроена в клавиатуру, и после того, как вы произносили нужный вам текст, вам еще нужно было дополнительно еще нажимать кнопку ввода, чтобы она начала поиск нужного вам запроса. Но сейчас это делать не нужно, потому что даже если вы отключите, как некоторые отключают, диктовку в клавиатуре, у вас эта кнопка будет активной и сразу же будет введен запрос в Safari, что тоже, в принципе, удобно, она, в принципе, мне не мешает, на том спасибо. Также, как вы заметили, теперь появилась возможность настраивать стартовый экран. Да, какая-то кастомизация уже появилась. Вы можете выбрать какие-то уже заготовленные специально заставки или можете поставить любую свою заставку, хоть свою фотографию, пожалуйста, никаких, в принципе, в этом ограничения нет. Плюс теперь вы можете кастомизировать еще и любую информацию на стартовой странице, потому что на стартовой странице дофига всякой ненужной информации. Я отключил все это, потому что мне особо эта информация не нужна. Мне на стартовой странице, в принципе, кроме часто запускаемых сайтов и нужных закладок, в принципе, больше ничего и не нужно, поэтому я все это отключаю. Также у вас будет еще и отчет о конфиденциальности, о которой вы тоже можете зайти посмотреть, какие сайты, какую информацию берут с вашего телефона, что тоже, в принципе, удобно. Кстати, теперь если вы сделаете свайп снизу вверх, то вы сможете еще и закрыть ненужные вкладки, тоже очень удобно. А вот раньше приходилось нажимать на кнопку, которая находится внизу и так закрывать вкладки. Сейчас это реализовали намного, мне кажется, удобнее. Единственное, что мне не понравилось в этой версии, если я хочу быстро перейти в частный доступ, раньше была просто одна кнопка, я нажимал и она сразу переходила в частный доступ. Теперь мне нужно это делать, скажем так, в два движения, в два клика, то есть опять нажимать на эту кнопку и там уже выбирать, какой я хочу режим. Также добавили еще и возможность групповых закладок, то есть теперь вы можете с помощью iCloud все это связывать, вы можете какие-то специальные закладки добавлять в один раздел. Если у вас есть MacBook или iPad и они привязаны к одному iCloud, то вы сможете без проблем, скажем так, пять вкладок открыть уже и на планшете или на вашем MacBook. В принципе, тоже удобно. Перейдем к Spotlight. Теперь с экрана блокировки доступен Spotlight, то есть после того, как Face ID распознает вас, у вас открывается доступ к поиску. Если вы сделаете свайп сверху вниз, у вас открывается поиск, ну по факту это удобно, но лично для меня это вообще неудобно, потому что зачем мне нужен на экране блокировки Spotlight. Наоборот, это меня больше всего бесит. Если будет возможность, то я отключу его, мне это не нужно, например. Может кому-то действительно это будет полезно. Но помимо этого, в этом же Spotlight с экрана блокировки вы можете найти нужные вам фотографии. То есть вы можете ввести там, например, автомобиль и iPhone сразу же покажет вам в разделе фото все картинки с изображением автомобиля, что тоже в принципе удобно. Также говорю, что через Spotlight теперь вы можете вводить нужное вам приложение, даже если оно у вас не установлено на iPhone, прям со Spotlight вы сможете его установить. Но у меня почему-то функция пока что не заработала, поэтому показать я вам это не могу. Изменился также еще и дизайн уведомлений. Они немножко их перерисовали. Теперь, когда вам будет приходить уведомление от какого-то приложения, оно будет теперь с краю такого огромного размера. По факту это тоже неплохо, но мне сам дизайн уведомлений теперь не нравится. То они маленькие, то они большие. Как-то все это несимметрично смотрится. Поэтому лично, как по мне, это не особо-то и удобно. Также появилась возможность допуска важных уведомлений. Теперь нужное вам уведомление, то есть от мессенджеров и от банков, всегда будет отражаться на самом верху. А все ненужные уведомления, допустим, от игр и каких-то других приложений, будут всегда отображаться внизу. Что вам не приходилось, это груду уведомлений перематывать, пока вы найдете уведомления от WhatsApp, например, или от Telegram. Что тоже, мне кажется, очень-очень удобно. Также появилась возможность временного отключения уведомлений от определенных приложений. Не только от приложений, но и от определенных чатов. То есть теперь, допустим, если у вас в WhatsApp есть какая-то группа, и вы не хотите получать уведомления от нее, но вы не хотите, скажем так, светиться в сети, вы сможете это сделать теперь с помощью уведомлений. Но надо ждать, пока все эти мессенджеры подтянутся и все это настроить, чтобы мы без проблем могли все это включать и отключать. Пока что, насколько я знаю, в WhatsApp этой функции нет. Но надеюсь, что они это в ближайшее время включат. Фокусирование. По факту, на самом деле, это очень хорошая функция, но ей почему-то никто особо сильно внимания не уделяет. Хотя это классная функция, и я, скорее всего, буду ей пользоваться. Во-первых, это не просто режим не беспокоить, как это было раньше сделано. Отличие в том, что теперь вы можете еще и отключать ненужные уведомления. То есть вам будут приходить уведомления, которые вам только лишь нужны. А не нужны, они будут все заглушаться. То есть, помимо этого, вы можете скрывать ненужные рабочие столы и приложения. То есть, если вы знаете, то в iOS 14 была возможность скрывать какие-то рабочие столы. В iOS 15 пошли еще дальше и смогли еще не только их скрывать, но еще их скрывать, во-первых, по времени. То есть, в режиме фокусирования, допустим, если вы берете режим на работе, все рабочие столы, на которых находятся игры, они будут все скрыты. Вам не нужно будет по одному их скрывать, и у вас не будет соблазна вернуться и поиграть в рабочее время в какие-нибудь игры. И когда вы обратно переключите на стандартный режим, все эти рабочие столы обратно вернутся. Но, помимо этого, они пошли еще дальше. И теперь еще можно будет перемещать рабочие столы. Если раньше вы их могли тупо просто скрывать, то сейчас вы еще и сможете их перемещать. Скажем так, второй сделать первым, не знаю, 13-й сделать третьим. Что тоже, в принципе, очень удобно. И не нужно заморачиваться, менять иконки местами. Это еще уйма времени у вас отнимет. Лимит, кстати, рабочих столов в iOS 15 штук. С 16-го рабочий стол вы никогда создать не сможете. И если вы все-таки вырешите дофига приложений скачать или дофига виджетов поставить, то после 15-го рабочий стол у вас ничего не создастся. Я уже проверял, не работаем. Раньше такое было ограничение, я подумал, может его сейчас сняли, но нет. Даже сейчас присутствует это ограничение. Но возникает вопрос, а что если вы все-таки нагрузили столько приложений, что они уже переваливают 15-ю страницу? Все очень просто, они устанавливаются на ваш iPhone, но находятся в библиотеке приложений. Или вы их сможете еще найти через поиск Spotlight. Но на рабочем стороне они у вас отображаться в принципе не будут. То есть когда вы выбираете, скажем, режим фокусирования, например, дома, в групповых чатах, допустим, iMessage, будет отображаться, что такой-то абонент сейчас включил режим фокусирования и он находится дома. И поэтому ваши сообщения не доходят. Но в iOS, как говорится, будет такая функция, через которую вы сможете в любом случае пробиться, скажем так, через эту броню фокусирования и все-таки достучаться до нужного абонента. Кстати, эта фишка будет доступна в будущем еще и в других мессенджерах. То есть Apple дала такую возможность. Теперь мы ждем, чтобы разработчики других мессенджеров подтянулись. Ну а также теперь появилась возможность просмотреть, сколько места занимает определенное фото и видео на вашем iPhone. Кстати, у меня такой был ролик на канале, как это сделать с помощью сторонних приложений. Но сейчас это в принципе уже сделано непосредственно на самом iPhone. И вы сможете посмотреть, во-первых, сколько места занимает, в каком формате он записан и где была сделана фотография, через какое устройство была сделана фотография. И даже будет показано, откуда это изображение или видео было экспортировано. Из Safari, из TikTok. И плюс, если вы сделали какую-то фотографию на iPhone, но потом ее, скажем так, отредактировали в Lightroom, это тоже будет указано в информации. Для этого нужно будет просто сделать свайп снизу вверх. Также теперь вы можете в любой момент текст переносить на любое другое место. Допустим, вы можете написать какой-то текст, а потом понять, что вы это написали не тому человеку. Какая-то проблема, вы берете и выделяете этот текст, и просто удерживая одним пальцем, другим пальцем вы показываете, куда вы хотите, в какой чат хотите экспортировать этот текст. Это тоже будет работать без проблем. Ничего я от пальца не отпускаю. Ну а сейчас плавно перейдем в iMessage. Теперь появилась возможность, да, мне смешно это говорить, в других месседжах это давно уже есть, появилась возможность, когда вам отправят какие-то фотографии и видео, они автоматически будут сохраняться в галерее. Ну, банально, если честно. Хотя, да, когда вам дофига в изображении отправляют, и что вам не нужно было их сохранять по одному, появилась возможность, чтобы все автоматом переходили в галерею. Общие ссылки и новости в переписке. Я этим, к сожалению, не смог воспользоваться, поэтому это продемонстрировать не смогу. Но теперь, если вам какую-то ссылку отправить в iMessage, она автоматически переместится в Safari, и уже будет готова открыто ждать вас в Safari, что тоже, мне кажется, удобно. Теперь, когда вам присылают, скажем так, 10 фотографий в iMessage, они не просто будут таким вот списком открываться в переписке, а они будут красиво в виде коллажа открываться в вашем айфоне, и вы сможете прямо от самого месседжа так красиво их перелистывать. Ну и прямо сейчас я монтировал ролик, да, понятное дело, сейчас не в той одежде. Вспомнил, что я кое о чем вам не рассказал. Во-первых, это drag and drop. Очень удобная система, когда вы можете без проблем любые файлы переносить, скажем так, из Safari в фотогалерею. То есть вам теперь не нужно даже сохранять их. Вы теперь можете сразу несколько фотографий вот таким образом выбрать, и без проблем перенести их в фотогалерею. Например, я лично пользуюсь LumaFusion, потому что иногда приходится монтировать ролики непосредственно на самом айфоне. И поэтому я сейчас беру любые файлы из приложения фото или из приложения файлы, и вот таким образом с помощью drag and drop переношу их в LumaFusion. Раньше это был геморрой, когда приходилось импортировать. Те, кто пользуются этим приложением, меня очень хорошо поймут. Это тоже очень классная фишка. И еще о чем я забыл рассказать, хотя это очень тоже удобная фишка, то, что теперь в самом приложении камера есть возможность считывать любые надписи вживую в лифт-формате. То есть вы теперь можете навести камеру на какую-то надпись. Да, к сожалению, только это работает с английским текстом. И он в лайв-режиме сможет их скопировать, скажем так, в заметки, в принципе, в буферобмен. И вы сможете это портировать в любую переписку и какие-то другие еще приложения. Тоже очень удобно. Также это работает, даже если вы сделали заранее фотографии и решили это сделать уже непосредственно в самой галерее. У вас сбоку загорится вот такая вот иконочка. Вы сможете без проблем скопировать нужный вам текст. Но почему-то вначале он у меня не отображался. Я не знал, как это активировать. И оказалось, что все очень просто. И если у вас тоже эта функция не активна, она у меня как была активна. То есть когда я переводил системный язык на английский, без проблем все работало. Переводил системный язык на русский и все, эта кнопка мне пропадала. На случай, если у вас тоже самая проблема, что нужно сделать? Пройти в настройки, основные, язык и ввод. И там в самом низу у вас будет галочка онлайн текст. И после этого у вас все будет работать. Ну как я сказал, только лишь с английским текстом или с цифрами. А русский язык пока, к сожалению, он не понимает. Ну и сейчас мы переместимся уже к FaceTime, к основным изменениям в этой версии. Во-первых, появилась возможность пространственного аудио. То есть теперь голос собеседника будет звучать в той стороне, где он находится. Если он, допустим, будет находиться слева, то голос будет идти слева. Если справа, то голос будет идти справа. Это все, конечно, софтово сделано. Но непонятно, кто будет этим пользоваться. Не знаю. Плюс появилась возможность еще и обрезания ненужных шумов. То есть когда вы будете разговаривать, скажем так, в шумном месте, iPhone будет распознавать ваш голос. И он будет приглушать эти сторонние шумы, чтобы у вас было слышно намного лучше. И есть также еще и обратный вариант, когда наоборот нужно будет, чтобы посторонние шумы были слышны еще больше. Эту фишку они тоже завезли в эту версию. Также появилась возможность еще и портретного режима видео. К сожалению, в обычном режиме камера это не работает. Скажем так, это этакий режим Cinematic, который появился в iPhone 13. То есть когда вы будете теперь разговаривать по FaceTime, задний фон будет размываться. Эдакий эффект bokeh. И да, эта фишка работает только лишь на iPhone XS Max и выше. Вообще, я вам скажу, что в этой версии большинство функций работают только лишь, начиная с iPhone XS Max и выше. Так что если у вас какая-то функция не работает, то, скорее всего, она не работает, потому что у вас не 10S Max. Она должна быть этой модели и выше, то есть на чипе A12 Bionic и выше. А XR тоже, в принципе, выходит в этот список, потому что у него такой же процессор. Также теперь появилась возможность группового чата с Android пользователями. Теперь FaceTime, в принципе, есть и на Android. Как он работает? Допустим, если вы с кем-то созвонились по FaceTime, у того пользователя тоже есть есть на iPhone, потом вы сможете поделиться ссылкой с пользователем Android или с пользователем Windows. Без проблем. У него откроется веб-версия FaceTime, и он также сможет с нами спокойно общаться в FaceTime, что тоже очень удобно. Также FaceTime теперь еще интегрирован частично в календарь. То есть теперь, если вы запланируете какой-то групповой видеозвонок в определенное время, вы это сможете закрепить в календаре, и iPhone вам об этом напомнит. Плюс еще отправит вам нужную ссылку, через которую вы сможете соединиться и все без проблем пообщаться. Функция SharePlay, которая так не дошла до релиза, но, скорее всего, они ее допиливают, поэтому не дошла. Что это такое? Теперь вы сможете совместно с кем-то смотреть фильмы. Вы сможете поставить на паузу, какие-то моменты обсудить и продолжить просмотр. Плюс также есть возможность демонстрации вашего экрана. То есть теперь вы можете через FaceTime показывать какому-то пользователю, как ту или иную функцию найти в iPhone, что тоже, мне кажется, удобно. Но это тоже пока что недоступно. Она была доступна в бета-версии, но сейчас ее просто выпилили. Но она никогда просто так неработающую функцию не добавляет в iPhone. Если они пока что ее отключили, значит, они ее просто допиливают. И мне почему-то кажется, что они ее выпустят с версии iOS 15.1. Мне почему-то вот так и кажется. Им просто нужно какую-то фишку занести. Ну и еще, понятное дело, что ее допилить до идеала. И после того, как они ее допилили до идеала, они ее выпустят. И я вам зуб даю, это будет версия iOS 15.1. Блин, не хочется остаться без зуба, если на самом деле они ее выпустят не с этой версии. Но что делать? Рискну. Что касается батарейки. Батарейка, в принципе, держит плюс-минус одинаково. Хотя вот мне кажется, что сейчас она все-таки чуть-чуть меньше держит батарейку. Ну, возможно, просто я придираюсь, или я сильно тестирую телефон. Кстати, он у меня завис, когда я делал захват экрана. То есть я включил на телефоне запись экрана и пытался сменить рабочие столы местами. У меня iPhone наглухо просто завис. Ну, я надеюсь, что это единичный случай. И после этого таких проблем у меня, в принципе, не будет. Да и понятное дело, что они с минорными обновлениями все это пофиксим. Друзья, изменений на самом деле не так уж и мало. Я не обо всех вам рассказал. Я рассказал только лишь об основных, которыми вы действительно будете, скорее всего, пользоваться. Поэтому не нужно думать, что на этом все. Заканчиваются все фишки iOS 15. Нет, их еще очень много. Поэтому я к нему сделал ролик о скрытых функциях iOS 15. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить этот ролик. Огромное спасибо за просмотр. See you later. Субтитры сделал DimaTorzok